доброго времени суток мои дорогие зрители и подписчики девочки и мальчики с вами канала и вторая надежда и сегодня у нас расклад про мысли которые не дают покоя загаданному человеку мысли которые он не может нормально принимать и это мысли которые его будоражат для начала хочу спросить некоторых моих и подписчиков и зрителей и задать им такой вопрос что ж вы злые то такие люди что с вами происходит почему случись какой-то повод или то что вам где-то не нравится вы сразу начинаете бросаться бросаться на меня бросаться на других комментаторов которые вам пишут что такое у вас происходит что вы на абсолютно миролюбивом канале где мы получаем информацию где мне где мы просто болтаем где мы с юмором относимся ко всем ситуациям вы же начинаете злопыхать и просто плескать ядом через край поводом для этого послужили некоторые мои болталки и вот тут действительно понеслось дерьмо по трубам я не побоюсь такого выражения и абсолютно все равно что из числа тех кто выплескивает свой яд вот снова отнесется к этому как чему-то такому что я хочу их задеть может быть и хочу задеть но я хочу пояснить такой момент первое что если меня в комментариях о чем-то спрашивают и спрашивают не один раз как например о картах мое мнение о каких-либо колодах о том где купить и так далее если я вижу что этот комментарий не единичный я всегда отвечу на этот вопрос это первое и еще тоже был комментарий что я на вас подписан а но мне не нравится и я на ваши видео не захожу но стоило только получить какой-то инфоповод а дело было в сообществе так тут же прилетел человек и начал писать гадости то есть на канал заходить не интересно а вот пять копеек своих грязных вставить только в путь будьте пожалуйста добрее будьте пожалуйста терпимее и как один мудрый комментарий мне очень понравилось когда девушка написала у меня тоже бывают такие моменты какая-то фраза какая-то ситуация в раскладе меня зацепляет и прям хочется на броситься да прям хочется написать гадости и она год я в этот момент просто закрываю видео и я себя останавливаю вот это настолько мудрый поступок это настолько сила воли в человеке взять себя в руки и свои эмоции под контроль что просто хочешь сказать браво вы большая большая молодец в жизни всегда так стоит поступать когда ты понимаешь что тебя сейчас понесет а возможно позже ты об этом пожалеешь просто взять у удалиться там если это касаемо видео мы все смелые когда мы под личинами каких-то никнеймов когда мы безликие и имя не свое да мы все смелые и можем говорить гадости но только поймите что это не то место где вы можете спокойно писать всякие плохие вещи не только мне ладно я переживу так есть девочки которые пишут в мою защиту что-то и вам за это огромное огромное спасибо и что начинается вот просто какая-то бойня я в таких ситуациях просто зачинщика и человека который несет сюда негатив сразу блокируя чтобы у него не было возможности больше здесь расправлять свои крылья вот и нести гадость на мой канал поэтому если я отвечаю на какие-то вопросы или даю вам какую-то информацию это не потому что мне так вздумалось потому что я читаю комментарии и потому что я вижу что это интересует ни одного человека да ваше мнение единичные и слава богу но я просто негативные такие но я просто предвижу что сейчас весна начинаются весенние обострения как это у нас всегда бывает а вот по весне и по осени и просто начинается какой-то бум невротиков бум каких-то буйных людей в комментариях будьте пожалуйста терпиме хочется вам написать гадость напишите ее на листочке и прочитайте до тех пор пока вам не поплохеет от своего собственного дерьма которое которое вы пытаетесь выплеснуть если у вас не на кам отыграться отыграйтесь на себе чтобы можно было максимально прочувствовать все то что вы несете другим людям которые вам лично ничего плохого не сделали и да многие пишут что есть волшебная кнопка перемотать вперед перемотать назад пользуйтесь на благо все провокаторы все негативщики все осколь оскорбляторы так можно вас назвать будут отправляться тихой сапой в банк не нравится молча закрыли и пошли мира всем добра всем благополучия и здоровья благосостояния у нас расклад как я и говорила это мысли которые не дают покоя вашему загаданному человеку решила сделать на двух колодок сигнификацию я посмотрю на оракуле звездных сияний и все остальное я буду смотреть на одной из своих самых-самых любимых колод это таро черный гримуар любом случае название колод которыми я пользуюсь я пишу в инфоблоке это описание под видео и вы всегда там сможете найти эту колоду которая вас вдруг заинтересовало да не забывайте что я завела свой аккаунт в тик токе не забывайте подписываться готовлю для вас там кое-что интересно необычное поэтому уж будет что-то да или что-то будет ну и давайте конечно начиная с сигнификации смотреть то что происходит в жизни человека точнее в ваших отношениях даже не в жизни человека в ваших отношениях на данный момент так мужчина здесь ведь сразу показан не совсем добрый человек не совсем понимающий человек человек который любит прикрываться благими намерениями опять же до любит носить маски любит приврать там где это необходимо иуда как еще здесь можно сказать и вообще здесь мужчину даже если вам кажется что вы его очень хорошо знаете это конечно хорошо но многого о нем вы так до сих пор и не узнали и если вам кажется что это человек мерзавец может оказаться так что он еще больше и мерзавец чем то что вы смогли о нем узнать человека которого сложно понять и человек с которым порой сложно разговаривать на одном языке но это действительно все все равно что разговаривать на разных языках вы ему черное он белое вы ему говорите да вам говорит нет сложно договориться но опять же здесь видите здесь человек будет говорить и поступать ровно так как выгодно именно ему и какими бы благими намерениями вы не пытались до него достучаться он будет слышать ровно то опять же что ему хочется или что ему выгодно не сможет вам ответить на прямой вопрос создаст ситуацию либо ссора либо конфликт либо действительно прикинется ветошью я не понимаю я не понимаю тем более тем более здесь мои хорошие обратите внимание что если вы на самом деле обращаетесь с человеком другого вероисповедания другого менталитета у вас разница в возрасте большая разница да там это от 15 лет это действительно иностранец и у вас языки ваши абсолютно разные поверьте вот тут вот действительно будет сложно найти ну какой-то такой вот полное взаим взаимопонимание и человек вот это вот какой-то разностью вашей там разницы различиями он всегда будет пользоваться иностранец даже если и поймет что вы ему сказали он скажет я не понимаю мужчина если намного старше или младше вас тоже будет говорить я об этом не знал нам не такого не говорили ты что-то такое да сейчас мне сказала я не представляю как это да там у меня не было такого опыта так далее так далее потому что вот как небо и земля здесь показана вы с этим человеком хотя здесь женщина очень миролюбивая здесь женщину вот солнце где женщина которая и обогреет которая и поймет которая и примет но похоже все ваши попытки принять и понять именно для вас оборачивались не самой лучшей стороной но здесь мужчина по большому счету за все свои деяния обязательно свое получит потому что здесь вот к нему уже пристальное внимание но если хотите со стороны высших сил до или со стороны кармы со стороны судьбы я думаю не только вы были человеком который пострадал от его отношения там от его действий но вот опять же в две противоположности здесь женщина ангел которая много переживала она много здесь плакала да вот пролила слез а мужчина кузнец своего собственного счастья и поверьте этот человек во всем будет преследовать свою собственную выгоду в работе будет дружить там или если он понимает что выгодно подхалимничать начальство там где-то на кого-то стучать он это будет делать если человек ему выгоден он обязательно с ним предоставься возможность заведет дружбу будет втираться в доверие но если этого человека очень сильно одеть одеть задеть да и снять с него надетую маску он этого не простит здесь человек который может преследовать вас там виде угроз там виде ну подожди да я этого тебе никогда не забуду и уже когда тебе говорят такие слова что я тебе этого никогда не прощу не забуду тоже становится как-то не по себе меркантилен до зависим от комфорта или от зоны комфорта очень зависим может ли он променять любовь на деньги этот человек абсолютно способен на такое оставить любимого человека для того чтобы облагородить свою жизнь сделать ее более легкой сделать ее более обеспеченной есть хорошая поговорка конечно что рыба ищет где глубже от человек где лучше но этот человек может пойти по головам на вот ради своего какого-то улучшения в жизни для того чтобы жить проще легче поэтому мои хорошие здесь на себя пинать здесь пинять самое неблагодарное занятие которым вы просто испортите себе нервы потратите силы энергию просто впустую здесь четко дайте себе такую может быть установку если хотите что он человек который говорит на другом языке вот это что вы ему объясняете он это просто не понимает он это не может впитать в себя и и дать вам какой-то адекватный ответ адекватную реакцию но это вот самое такое вот мягкое что можно предложить для сравнения да вот как вы выглядите по отношению друг другу здесь белое и темное вот так вот здесь и невероятных усилий здесь вкладывать в этого человека на данный момент не стоит по одной простой причине что у него в дальнейшем будет череда событий которая его будет несколько трансформировать здесь ну пусть его личный бумеранг да там были карма где ему теперь придется рассчитываться по счетам вот пройдет этот период возможно можно будет о чем-то говорить потому что люди после прохождения таких знаете вот пинков жизненных порой меняют мнение свое к жизни и сами они внутренне меняются не до конца полностью изменится человек конечно не способен но отполировать свои какие-то острые углы вполне реально так что здесь вот такая вот не часто и своих раскладах я вижу именно такое да вот просто вот противопоставление друг другу от реально белое и черное но она так и есть в этом раскладе именно так картами показаны хорошо его мысли теперь на сейчас просто его мысли о вас как он вас воспринимает как он вас оценивает а потом именно мысли которые ему не дают покоя и так его мысли о вас на данный момент ну что то здесь он уже и скучать о вас начал по вам скучать соскучился причем для него это было полной неожиданностью для него это было открытием что он может по вам скучать он действительно понимает какой вы человек и он действительно понимает что вы настоящая во первых что вы добрая что вы любящая вы ему можете создать такой праздник души который порой не в состоянии сделать опытными профессиональными организаторами праздников вы человек который может облагородить его жизни и причем 1 дабы в состоянии 1 здесь делать много чего такого что ему не сделают и несколько человек начинает мои хорошие анализировать и видите сейчас он начинает вспоминать все то хорошее что вы для него делали пока здесь вот какой-то демонизация вас как женщины как партнера здесь нет также здесь в мыслях придумывание или продумывание плана как бы ему о себе напомнить или как бы ему так вот появится заявиться но так чтобы это было очень достойно очень красиво да я хочу сказать здесь этот человек хотел бы вас удивить причем это будет вот как-то шито-крыто это без предупреждения это без какой-то такой вот информации для вас так чтобы вы не ждали не гадали а он появился но если мы говорим здесь о появлении здесь причем появление даже не с пустыми руками но если вам физически невозможно встретиться то допустим появится там в виде звонка там или виде сообщения я не знаю пусть виртуальный там на букет розда или что-то такое что вы любите и он это акцентирует свое послание зачем ему это тогда хочется спросить зачем красивое достойное появление потому что он знает что если он этого не сделает а это теперь кстати вот как цель как обязанность его как обещание данное саму себе самому себе что да я это должен выполнить я это выполнить обязан потому что в противном случае не сделай он это вы отправитесь в новые берега в свою собственную жизнь и без оглядки вот поэтому пока вы уходите и отдаляетесь он просто должен вас встретить с той стороны видите вы в одну сторону а он в другой вот и опять же здесь снова да у нас персонаж не с пустыми руками что-то такое здесь мужчина в мысленно вынашивает и какой-то я не знаю вам план здесь готовит давайте тогда в следующем раскладе знаете что мы с вами посмотрим ему его намерение его намерение к вам и заодно тогда посмотрим его обещания которые когда-то были это действительно было настоящее что-то или это просто такой знаете вот пустой 3 пустое бла-бла-бла потому что мысли здесь на самом деле довольно таки хорошие видите как неожиданность как сюрприз как тайна да это может быть что под покровом ночи да и такое нибудь ночное сообщение там вечерние там или он приехал к вам ночью как поздняя дорога верховная жрица это все всегда некие таинства которые творятся вечернее ночное время суток может быть и так но больше я все-таки склоняюсь чтобы это было такой вот неожиданностью но видите приятной неожиданностью пока такие здесь мысли посмотрим потом в дальнейшем по плану что у него ну и те мысли которые не дают ему покоя почему-то хочется одну карту взять сорокула звездных сияний и как оттолкнуться потеря эти мышь и карта крысы если мы смотрим относительно карт ленорман мысль которая не дает ему покоя что похоже он многое потерял многое может потерять мысль которая не дает ему покоя что вы можете неожиданно стать счастливой без него что у вас настолько наладится жизнь и личная в том числе что потом место вашей жизни для него не будет может быть он конечно пока себе до сих пор еще листит и вашей жизни уже ему нет места ну вот это пока вот такой вот даже страх я бы сказала страх потери мысль которые не дают покоя потому что достойная видите и таких женщин или просто таких людей в своей жизни терять это большое преступление по отношению к самому себе он реально понял это что ему не дает покоя что он похоже отказался или отказывается от чего-то жизненно важное для него от чего-то такого о чем он может очень горько пожалеть а уже будет поздно вот поэтому здесь и продиктованы его нынешние мысли что все равно да вы уходите а он вас не в спину будет догонять а как-то вот с обратной стороны как-то перехватить инициативу и чтобы вы никуда не делись вот лицом к лицу вот поэтому здесь и будет таким вот каким-то тайным образом неожиданным образом когда вы не ждете организованному вот либо звонок либо сообщение либо личный его приезд видимо реально боится что если он вас предупредит и он вам сообщит вы сделаете все чтобы этой встречи не состоялась заранее зная что он вам позвонит там вы его заблокировали там или вы выключили телефон поэтому здесь без предупреждения еще мысль которая не дает ему покоя неужели я ее могу потерять навсегда это все все в ту же девочки копилочку про ценность про ощущение что это какая-то непоправимая ошибка если я допущу полного расставания дары до ценность драгоценность видите он смог осознать какую роль в его жизни или каким весомым человеком большой личностью в его жизни вы были и вообще вот само качество вас как женщины как человека поэтому он не допустит того чтобы вы в этой жизни однажды расстались навсегда разошлись в разные стороны не дают покоя то что однажды очень сильно пожалеет если он вас упустит отпустит и вы с ним расстанетесь ну вот такой вот мой хороший расклад я думаю это всегда приятно когда про тебя думают что ты тот человек которого категорически нельзя потерять в этой жизни и пусть не партнерство допустим отношения но просто хотя бы хорошие друзья которые могут обратиться друг другу за помощью еще в каком-то качестве девочки мои вам все равно решать здесь все самостоятельно и вы сами будете давать себе ответы на вопрос принимать не принимать ждать не ждать давать шанс или нет а пока посмотрите пожалуйста расклад если вы его еще не смотрели что неожиданно ворвется вашу жизнь ближайшее время это конечно для тех кто просит всегда делать расклады не только на отношения но и просто про себя лично и если вы его очень устреливают что неожиданно ворвется вашу жизнь до скорых встреч всех обнимаю и пока пока